С песнями, флагами и под звуки марша прощания славянки. Именно так сегодня провожали первые подразделения железнодорожных войск западного военного округа в Амурскую область. Цель обозначена четко. Реконструкция железнодорожного участка Улак-Февральск, легендарного БАМа. На станции Рязань-2 поезд с военными и спецтехникой провожали родные и близкие, матери и отцы, жены и дети, как и предшественников 48 лет назад. Чувствуем гордость за наших офицеров, за наших ребят, солдат, что они оказывают такую помощь, будут принимать участие в такой гигантской стройке. Надеемся, что с честью выдержат, помогут, построят мужество в тяжелых условиях, не скучать по своим родным, дружбы, взаимопонимания, поддержки, что тоже немаловажно в таких условиях. Ну и поскорее возвращаться с победой, все равно победа над природой, над силами, помочь стране. Трудности новых романтиков не пугают. Пусть даже они связаны с плохой проходимостью в дальневосточных лесах. Строительство ветки идет поэтапно. Первый фронт выполнит работы по реконструкции участка железнодорожного пути на перегоне станции Огорон, разъезд Молдавский, и восстановит притрасовую автомобильную дорогу на перегоне станции Огорон, разъезд Ульяновский строитель. Сегодня личный состав 571-го отдельного железнодорожного батальона отправляется на строительство Байкало-Амурской магистрали. Это уникальный железнодорожный маршрут, он является одним из самых протяженных в мире. Одновременно это одна из самых известных, сложных и важных строек России, которая ведется на протяжении 50 лет. БАМ – это суровая, но важная школа для бойцов. Так сегодня говорят военные. Первый этап строительства с марта по июнь. Второй этап с июля по сентябрь. Реконструкция участка пути на станции Огорон. Время настоящих мужчин. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».